Всем привет, с вами LoftBlocked, я его ведущий Алексей, рядом со мной Игорь Станиславович Ашманов, мы находимся на мероприятии поисковой маркетинг 2015 и берем у него интервью. Здравствуйте, как вы оцениваете рынок интернет-рекламы на сегодняшний день, то есть в 2015 году? Какие произошли значимые изменения? Несколько слов об этом. Мы же на конференции по поисковому продвижению, но в основном. Так что тут есть вопрос про рекламу, но с рекламой все известно. Сейчас кризис, медийная реклама упала, бюджеты уже мают. Контекстная реклама продолжает расти, не очень сильно, но она в этом году все равно вырастет. Раньше она росла на 25-30% в год, сейчас, наверное, вырастет не сильно, на 10% может быть. И связано, наверное, с тем, что рынок SEO хандрит несколько. Нет, 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 нет. Просто контекстная реклама в кризис должна расти, потому что она дает конкретных покупателей. Сразу результат дает. Да, вы получаете сразу лиды и конверсию. А медийка, она скорее работает на имидж, а имидж мало кого интересует во время кризиса. Что касается SEO, то там, конечно, возникли огромные проблемы у очень многих оптимизаторов. Потому что Яндекс объявил, что не будет использовать ссылки для аранжирования сайтов. Это произошло два года назад. Он постепенно к этому подбирался. На самом деле, когда они это первый раз объявили, то ничего они не отключили, никакой учет ссылок. Еще в марте. Да, да, да. Ну, в марте не этого года, а прошлого, да. И, соответственно, потом они потихонечку отключали. Но самым главным эффектом вот этого всего, их новой политики, было то, что они то ли вручную, то ли автоматически начали наказывать за покупку платных ссылок. То есть это не напрямую связанные вещи, учет ссылок для аранжирования. Потому что вот вчера на нашем круглом столе Садовский утверждал, что они и так, в общем, платные ссылки уже давно не учитывали. Это тоже не вполне верно, но действительно, кое-где они их научились обнаруживать и не учитывали. А наказывание за то, что вы используете платные ссылки, началось только в этом году. Они назвали это Минусинск. Похоже, возможно, это действительно вещь... Что-то шумит у нас тут. Вот, вещь такая, достаточно автоматизированная. Как вчера объясняли, значит, на нашем этом круглом столе, что они наказывают просто лидеров по покупке. Вот они взяли там некий срез по рынку и видят, что вот эти сверху 10 компаний, это в данной предметной области, в данной нише какой-то, они являются лидерами по закупке платных ссылок. Вот их и наказывают. Дальше лидерами становится где-то кто-то другой, потому что этих уже нет, они забанены. Ну и так далее. Вот. И, значит, эту гайку Яндекс закручивал все больше и больше в последнее время. Весь год она закручивала все туже. Поэтому, конечно, у очень многих оптимизаторских компаний возникла проблема. Они, особенно мелкие компании, вообще последние годы совершенно расслабились и занимались тем, что просто покупали ссылки на деньги клиентов. То есть были простыми брокерами ссылочной биржи. Потеряли квалификацию, да. Ну, иногда писали тех. Ну, в общем, квалификацию потеряли. Сайты без этого продвигать не могут. Вот некоторые из них, чтобы побольше получить клиентов, еще и объявляли гарантии, что они получают деньги только если результат. Вот. Или возвращают деньги, если результата не будет. Да. Прямо в договоре. И в результате, когда вдруг сайты просто перестали продвигаться или попадать вообще под фильтр. Забывали тут же про договор. Ну, значит, они должны были либо отдавать деньги, либо они, значит, банкротились, либо еще, либо они начинали гоняться, значит, клиенты. Ну, то есть, в общем, там много таких драматических историй. И, ну, и стала происходить консолидация на рынке мелких оптимизаторов. Стали скупать более крупные, во-первых, чтобы получить доступ к базе клиентов, во-вторых, чтобы к персоналу получить доступ, если там есть еще квалифицированные люди. Это фактически сейчас означает, что, как таковые SEO-агентства видоизменили свою деятельность, то есть, диверсифицировались, начали объединяться с командами разработчиков. Да, про это я не знаю, но, нет, вообще там идет сдвиг, это другой процесс, он не связанный с давлением Яндекса, это, ну, там, превращение разных типов агентств в интернете в такой общий тип дигитальных агентств. Диджитал, они себя называют, то есть, тех, кто, во-первых, предоставляет услуги всех видов, да, в комплексе, во-вторых, как бы отвечает вообще за, ну, там, за стратегию присутствия в интернете, да, вот, просто говорит клиенту, что ему делать в интернете в принципе. Как быть в социальных сетях, как рекламироваться в контексте, как продвигаться. Ну, да, да, все это, вот. Вот, ну, на самом деле, чтобы это делать, ты должен быть достаточно большим, ты не можешь быть маленьким и делать все, ну, это невозможно. Соответственно, происходит либо консолидация, либо банкротство маленьких предприятий, ну, а большие движутся в эту сторону. Есть ли какие-то прогнозы, ожидания по поводу 2016 года, вот, лично, лично ваши, что нас ждет на рынке в целом рекламы, интернет-рекламы, может быть, в поисковом маркете? Ну, я не люблю предсказывать, потому что в будущем никогда не предскажешь. Ну, кто знал, что там мы заберем Крым или там введут санкции, что будет общий мировой кризис, да. Ну, дело не в этом, что просто предсказывать, как говорят китайцы, очень сложно, особенно, если это касается будущего, да. Предсказывать прошлое, делая вид, что ты предсказал его в прошлом, да, это можно, так многие делают, а, значит, я не знаю, я думаю, что, конечно, будет деловое оживление, то есть, начнут расти все виды рекламы там и так далее, просто люди начнут больше вкладывать деньги, потому что долго в кризисе находиться нельзя, а у него нет, ну, как бы, существенных основательных причин, таких системных. Некоторые, наоборот, в кризис выживают и процветают. Да, и это другая история, как себя вести в кризис, да, в кризис надо вкладываться в рекламу, в захват рынка, там, в консолидацию и так далее, но у большинства на это нет ни решимости, ни денег, да, поэтому ресурсов нет. Вот, кроме того, Яндекс, видимо, продолжит эту политику закручивания гаек, то есть, выживать, опять же, будут те, кто научится управлять другими, ну, да, те, кто научится управлять другими факторами ранжирования, не ссылками. Ссылочные биржи, видимо, будут довольно резко менять область деятельности, например, уходить там в социальные сети, что вот сейчас недавно тут объявляла САПа. Вот, ну, думаю, что что-то так всерьез предсказать трудно, но будет продолжиться разорение мелочи, будет консолидация. Некоторые игроки попытаются создать, этому я процесс вижу, попытаются создать там игрока номер один, скупая компанию чуть меньше себя, то есть, собрать такой ком, да, такой собрать поглощением, чтобы получить инвестиции и там. Это мы еще увидим. Ну, собственно, и все. Ну, поисковики, соответственно, поскольку все движется в мобильные, то, с одной стороны, поисковики будут в основном конфликтовать между собой на мобильных устройствах, во-вторых, туда же двинутся и оптимизаторы, скорее всего, и рекламщики. Рынок мобильной рекламы будет набирать все больше и больше? Там непонятно. Значит, рынок мобильной рекламы очень странный, он совершенно не такой, как здесь, и он очень сильно перекошен в пользу Гугла. На самом деле, 90% денег в мобильниках это Google AdMob. Ну, это, конечно, связано, но, в общем, это уже не важно, так сложилось, да, такой вот сложился рынок, там, возможно, будут появляться новые игроки, но в основном, основная часть денег зарабатывается в AdMob. Что с этим будет там делать кто-то другой? Скорее всего, агентства никак на это повлиять не могут. А будут ли новые игроки, которые там смогут раздавать рекламу на мобильниках, я просто не знаю. Ну, они, может быть, появятся, но как это предугадать? И несколько слов о самом мероприятии, на котором мы находимся. Изменился ли как-то состав участников? Какие-то видны изменения по сравнению с мероприятием прошлого года? Ну, мероприятие более тихое и спокойное, потому что, во-первых, у нас практически никто не смог оплатить выставку, поэтому мы выставку в этом году не делали. То есть, у людей реально нет денег, и они там сняли маленькие стенды на Риве. Рив — это Russian Internet Week, которая была там месяц назад, или даже меньше, чем месяц назад. Вот. И у нас уже, ну, они просто сказали, ну, ребят, просто бюджета нет. И мы решили просто не делать выставку, чтобы она не была бедной. Вот. Это раз. Сами участники, ну, примерно те же, то есть это большая часть клиентов, которые ищут потенциального исполнителя, ну и, конечно, оптимизатора. Так всего не очень много, всего человек 450 сюда пришло. — На представе спикеров появились новые участники? Ну, мы всегда ищем, да нет, но мы всегда ищем новых участников. Есть какое-то количество там новых молодых компаний, которые научились в чем-то разбираться и вот про это читают. У нас очень сильный и очень жесткий программный комитет, потому что у нас нельзя купить участие, да, вот, в программе. Вот. Так что там очень хороший контент. С моей точки зрения он такой остро интересный. И, кроме того, довольно много как раз материалов о том, как выживать в новых условиях. Особенно вот в условиях наступления Яндекса на оптимизаторов. Прямо вот сейчас будет доклад об этом от нашей аналитической службы. Я вот сейчас хочу пойти послушать тоже. — Ну и в завершении последний вопрос. Так как у нас образовательный проект. Несколько слов, пожеланий начинающим специалистам в области интернет-рекламы. На что обращать внимание? Может быть, не поддаваться панике, которая немного присутствует на рынке среди малых агентств, среди отдельных веб-мастеров? — Ну, не могу сказать, что делать в такой обстановке. С моей точки зрения, есть тот, кто хочет стать этим самым специалистом. Надо, конечно, заниматься самообразованием, потому что нигде не учат. Это понятно. Нужно читать книжки. Книжек хороших не очень много. Скажем, наша тоже к ним относится, но на самом деле она такая вне времени, поэтому в ней вы сейчас 7-минутных советов не найдете. И надо, конечно, постараться прибиться к какой-то сильной команде на время, чтобы основное понять. Потому что там же, кроме того, как понять основные приемы, введение рекламы или продвижение сайта, нужно научиться самому бизнес-процессу. Как ты работаешь с клиентом, что клиенту нужно, как ты ему отчеты пишешь, то есть, каким образом ты с ним коммуницируешь, так, чтобы клиент был доволен. Какие бывают там острые непредвиденные ситуации с Яндексом, с клиентом и так далее. Да, да. То есть, правильно, на самом деле, прежде чем, например, открывать свою контору, поработать где-нибудь в крупном месте, там в каком-то, значит, посмотреть, как там все устроено и так далее. Живая работа. Ну да, это, как правило, должно занимать там. Но, условно говоря, если вы хотите открыть свой отель, вам бы лучше поработать менеджером в чужом отеле, да, и понять, как устроен этот бизнес. Вот здесь та же самая история, потому что научиться по книжкам или удаленно, или там где-то в УЗИ, этому нельзя. Ну, это теория будет. К сожалению, ну да, 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 да. Понятно. Спасибо вам большое за интервью. Пожалуйста. Беру микрофон. Спасибо за ответ. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. До свидания.